Сходили мы с Тимохой в поликлинику за результатами моих анализов, за его пойдем после обеда. Чуть неудобно то, что они сегодня в разное время принимают. Думала уже готов анализ моей группы крови, резуса фактора. Оказывается, он еще не готов. Сказала, наверное, будет в понедельник. Конец 6 месяца я до сих пор не знаю, какая у меня группа крови после Тимохи не запомнила. А почему до сих пор не знаю? Это такая Санта-Барбара, когда я только встала на учет, было лето. Она мне выписала анализы в бесплатную поликлинику, а на группу крови в частную лабораторию. Хотя этот анализ, он бесплатный, я об этом знаю. Тогда она мне сказала, что медсестра, которая принимает, она в отпуск. Я говорю, ну мне же, слава Богу, не завтра идти рожать. Я подожду, когда выйдет с отпуска. Она, ну ладно, как хотите. Пошла сдавать, ну там, ВИЧ, сифилис, вот это все. И рядом со мной девушка сидит, и у нее направление на бесплатный анализ группы крови. Она стоит у этого же гинеколога. И в тот же день она и выписала. Я специально попросила, посмотрела дату. Думаю, нет, я не буду сдавать в лабораторию. Почему кто-то сдает бесплатно, а кто-то должен сдавать платно. Потом я ей пришла, говорю, ну ладно, я еще тогда подожду, когда она с отпуска выйдет. Потом что-то этот вопрос закрылся. А тут она уже смотрит, у меня такой срок, и в карточке до сих пор, и в обменке не указана моя группа крови. И она мне выписала направление вот в бесплатную поликлинику. Я сходила, сдала, и теперь жду. У меня беременность как Санта-Барбара проходит. Я добиваюсь бесплатных анализов. Ну почему кто-то сдает их бесплатно, а кто-то должен сдавать платно. Вот как придет, она сказала мне на WhatsApp вышли, какая у меня там группа крови. И я наконец-то постараюсь запомнить, какая же она у меня. Сейчас мы с Тимохой перекусим. Ой, где-то идем дальше. Не знаю, в какую сторону. Опять на сегодня вот столько делаем. А зачем ты туда лезешь? Вот такой у нас вкусный перекус. Бутерброды, пирожок с капустой. Вкусно? Дашь укусить? Давай. Ну-ка. Вот, кстати, насчет колбасы. Когда за продуктами мы ездили, я же сказала, не хочу покупать колбасу, сосиски, майонез, кетчуп. И тут пыталась вспомнить, для того, чтобы сформулировать и правильно поделиться с вами своими мыслями. Последние лет 6, как я слышу про правильное питание, сейчас еще стало модно вегетарианство, оно прям прогрессирует, фрукторианство и про наедение. Я за такими людьми слежу, но мне интересно, какой образ жизни, что они кушают, что они вообще думают каждый касаемо того или иного продукта. И делаю выводы. Мои выводы таковы. Вегетарианцами, фрукторианцами, про наедиками мы не станем. И на ПП, так называемое, мы тоже не сядем, которое продвигают спортсмены. Я вообще не считаю, что это правильное питание. Они кушают сукуриную грудку каждый день, которая полезна для фигуры, но ни капли она не полезна для здоровья. Уже даже учеными всеми доказано, что эта грудка добывается неестественным путем, она вся обколота гормонами, и ничего в ней полезного нет. Поэтому ПП мы тоже не собираемся поддерживать. И вообще меня это слово раздражает, когда девочки посмотрят, почитают чуть-чуть. Ой, все, я на ПП. Хотя еще сама даже толком она не разбирается, что такое правильное питание. Это раз. Во-вторых, сейчас правильного питания как такового его вообще не существует. Вот еще то, что палец у меня трескается. Мне соседка сказала, это из-за картошки, потому что в ней много селитры. Картошка на селитре, фрукты на селитре, мясо обколото. Да и сейчас сидеть на правильном питании, на здоровом питании, это нереально. Ну, если, конечно, только не уехать куда-нибудь на Джайло, и там все самим не выращивать, то тогда, да, ты будешь знать, что ты кушаешь. А так, то, что мы вот это все покупаем, мы не знаем, что мы кушаем. И вот, с одной стороны, охота на это все забить, а все равно везде химия, будем все кушать. Но, если можно эту химию уменьшить, так нужно ее уменьшить. Колбасу не хочу покупать, ведь мы действительно не знаем, что в ней содержится. Только вот нам нравится вкус. Я вот задумалась, вот палка, да, стоит, ну, 250 сомов палка, не знаю, сколько там грамм. Ну, там же нету мяса, там же химия. Я Сереге говорю, Серега, да даже производитель не знает, что он туда добавляет, потому что все вот эти ингредиенты, химикаты, они заказывают там неизвестно откуда, с Китая. Тем более, у меня папа возил вот это, все добавки. После этого машину внутри промывали хлоркой. Мне папа об этом еще давно начал говорить. Ну, я как-то так все, ну, кушаем и кушаем. А тут то, что и ребенок у нас маленький, и у Сереги проблемы с желудком, и для меня это никакой пользы не несет. Я больше стала об этом задумываться. И вот Серегу прошу, говорю, Сереж, давай уменьшим употребление вот именно вот этих продуктов. Мы вчера с Тимохой сходили, взяли вот этот кусочек рыбы небольшой, 600 грамм, я дала 550 сомов. Кажется, с одной стороны дорого, но с другой стороны оно то на то и выходит. Пусть мы не три раза в день будем пить, да, чай с такими бутербродами, а раз в день. Так мы хоть знаем, что мы кушаем. Ясно, видно, четко, понятно, что это рыба. Серега говорит, ну, это же все равно другой вкус. Я говорю, ну, давай попробуем вот так. Какое-то время вот продержимся без колбасы. Ну, он вроде как согласился, ну, посмотрим. Я не говорю, что мы совсем от нее откажемся, нет. Также есть праздники, мы ходим в гости, кушаем пиццу. Мы не убежим от этих продуктов в нашей среде обитания, скажем так. Но уменьшить это количество потребления этих продуктов можно. И это не критично и никому не навредит. Поэтому, думаю, я ясно выразилась, что я хотела донести. Короче, колбасу ежедневно мы кушать не будем, только по праздникам. А рыбу будем позволять себе чаще, но не каждый день. Педиатр начнет принимать через 2 часа. Вот нам надо гулять все это время. Очень хочу и надо нам сковородку. И я не знаю, пока не тут по акции. На базаре явно не дешевле. Так стены красиво расписаны. В рождец пришли к ней и посмотреть. Да, и там вот красиво. Зайчик. Много разных классных книг. Вот я присмотрела там несколько. Но завтра поеду на Турдой, еще там посмотрю и сравню цены. Ну и покупать пойду без Тимохи. А то ему все интересно, он хватает. Я спокойно не могла пролистать. Сейчас. Насчет сковородки все-таки надумала. Я давно на них ходила, облизывалась. Там была акция до 31 октября. Но сегодня уже 6 ноября и цена была та же. Поэтому все-таки взяла. Она значит литой алюминий. Альтернатива чугуну. Распространяет, хорошо удерживает тепло. Антипригарное покрытие. Не выделяет токсичных веществ. Меньше подверженной деформации служит дольше. Ну, у меня специальные лопатки есть. И Серегу с ложкой, поварешкой, вилкой тоже к ней не подпущу. Без крышки. Крышку возьму в следующий понедельник в Мияхом. У них по понедельникам скидка 10%. Вот возьму со скидкой. Уж неделю потерплю. Сковорода 726 сомов. Вот эту я брала на Дордои то ли 750, то ли 703 года назад. Не знаю, как это называется, это покрытие, но оно ужасное. Мы пользовались аккуратно. И потом все равно все начало пригорать. Начали уже ложками, вилками всем подряд. Вот это вон даже не отмывается. Все. Возьму крышку. А это больше с нами жить не будет. Ура! Я рада! Пришли в поликлинику на 30 минут раньше. И первые в очереди. С пакетом сухарей. Чтоб сидел спокойно. Нет, нам туда не надо. В первый раз на приеме у педиатра Тимофей не плакал. Ну, не считая те месяца, когда он был совсем маленький и не понимал, что его трогают. То обычно мы как идем, вся больница его слышит. А тут послушно встал. Замерили рост, вес. Молодец такой. Хоть я никогда не гналась за этой таблицей, но сейчас все в пределах нормы. Да, кушать и спать. Не засыпай. Не бабься, не бабься. Как поедешь? А еще кто там есть? А сколько мяу? Нет, хорошо, покажи. Две мяу, да. Нет, все, мы погостили, хватит, раздевайся. Да, снимай, тем более это не твой комбинезон. Три, два, один. Кутысь! Мама! Ну, ты же сам просил стрельнуть. На, вставли. На ближайшие несколько дней развлекуха мне стрелять с этой фигни. Хых. Давай сам учись. У меня ручки еще слишком малы для этой игрушки. Да, пробуй туда. Да, вон туда. Ой, в гостях, конечно, хорошо, а по дому дела доделать надо. Надо вон белье, еще закинуть. И вообще, ужас, надо его спать укладывать и самой скоро укладываться. Я бы прямо сейчас легла, честно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok